На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Меня зовут Дмитрий Книга, здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. На базе районного центра культуры и досуга открылся клуб «Активное долголетие». Приглашаем всех, кто дома сидит на лавочках. Глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель с рабочим визитом посетил булатниковское поселение. Есть достаточно большое количество мест, где можно предусмотреть дополнительные парковочные места. Недалеко от деревни Калиновка на берегу Пуговичинского пруда проводится ликвидация стихийной свалки. На территории порядка полутора-двух гектаров муниципальной земли образовалась стихийная свалка. Здесь можно заниматься танцами, пением и творчеством, спортивными и оздоровительными техниками, а также постигать основы компьютерной грамотности и изучать историю родного края. На базе районного центра культуры и досуга открылся клуб «Активное долголетие». На торжестве побывала и наша съемочная группа. Вместе начали правая нога, левая рука. Раз, два, три. Занятие по скандинавской ходьбе для пенсионеров прошло сегодня у здания районного центра культуры и досуга. Место выбрано не случайно. Именно здесь открыл свои двери первый в Ленинском городском округе клуб «Активное долголетие». В холле первого этажа гостей встречал зажигательными песнями хор «Россияночка». Губернаторский проект «Активное долголетие» в Подмосковье заработал на территории муниципалитета еще в июне. И вот теперь у него появилось собственное помещение. Понимая, что это востребовано как никогда в наш сегодняшний день, мы приняли решение, чтобы на базе Дома культуры и досуга города Видное был открыт клуб «Активного долголетия», куда могут прийти абсолютно все жители возраста 55 плюс нашего муниципалитета, записаться, оставить свои заявки для того, чтобы принять участие в различного рода мероприятиях, которые у нас осуществляются. Многогранная программа, которая дает развиваться не только физически, но и мрастно, духовно. Потому что, наверное, «Активное долголетие» – это не только здоровое тело, но и здоровый дух, и здоровый ум. Это очень важно. Это восьмой по счету клуб, открытый в Подмосковье в рамках программы «Активное долголетие». На праздники собралось немало гостей. Заглянул и самый знаменитый российский дедушка. Желаю вам здоровья, желаю вам счастья, а сейчас наступает «Минута волшебства». Подворные аплодисменты и символическая ленточка была перерезана, и гости смогли прогуляться по новому клубу и узнать, чем же могут заняться пенсионеры в свое свободное время. Все не перечислишь. Экскурсии в музеи, ездили в театры, потом ходьба, хор, йога, тренажерный зал. Приглашаем всех, кто дома сидит на лавочках. Все не перечислишь. Ножки не ходят, а сейчас ухожу. Человек, когда приходит сюда, зачастую он очень грустный, он не мог найти себя в жизни после выхода на пенсию. А сейчас у них горят глаза, у них есть интересы в жизни. Самое главное, что бабушкам и дедушкам не хватает общения. Здесь они находят единомышленников, они встречаются после наших занятий, они куда-то вместе едут. Также вместе собираются, едут, участвуют в туристических поездках. Почетные гости праздника приняли непосредственное участие при петиции хора «Россияночка». Дыхательная гимнастика, пение, это все заставляет организм работать. Я как профессионал и как человек, который заканчивал именно по хоровому дирижированию. Здесь народники, а я академист. Но вот, в принципе, я знаю, что это такое и просто восхищен и впечатлен. А затем украсили новогоднюю елочку игрушками, свложенными внутрь пожеланиями клубу. Ждет елочка наша, красавица. Замечательно, потому что время стало быстрее, это мы знаем точно. Жизнь наша, ну, она с ускорением движется, поэтому, чтобы все-таки наполнить каждый ее участок, потому что так будешь сидеть, ждать, а она и пройдет. На данный момент в проекте «Активное долголетие» по всему Подмосковью принимает участие около 30 тысяч пенсионеров. С каждым днем интерес к проекту только растет, в том числе и в нашем муниципалитете. Поэтому сейчас в клубе открыт набор в дополнительные группы, чтобы все желающие смогли принять участие в проекте. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель с рабочим визитом посетил Булатниковское поселение. В ходе него он проконтролировал строительство новой школы, которая должна открыться весной следующего года, и поликлиники для взрослых и детей. После этого он пообщался с жителями поселения. Подробнее расскажет Максим Козлов. Свой визит в Булатниковское поселение глава муниципалитета Валерий Венцель начал с посещения новой школы. В ней смогут учиться более 550 детей и откроется она весной. В настоящий момент в здании ведутся отделочные работы и устанавливается оборудование. Вторым пунктом рабочей поездки стало посещение строительства поликлиники на 450 посещений для взрослых и детей. После этого Валерий Венцель отправился в Бутовскую школу номер 2, где состоялась встреча с жителями. Мы новый молодой микрорайон, у нас очень активная социальная сеть и, конечно, много вопросов сегодня было решено, поставлено на контроль и думаю, что еще будут решаться. Действительно, обсудить было, что представитель застройщика рассказал о планах по развитию социальной инфраструктуры. Сейчас мы приступили к строительству детского садика на 325 мест, находится на улице Южной. Также в следующем году у нас планируется к строительству две школы на 825 мест и на 1100 мест. Обсудили на встрече и развитие парковочной сети. Помимо открытой недавно плоскостной парковки на 115 мест, строится еще две на 80 и 90 мест. В первом квартале 2020 года застройщик обещает сделать парковочные карманы во дворах. Есть достаточно большое количество мест, где можно предусмотреть дополнительные парковочные места. Те участки закреплены за застройщиком, обслуживает их управляющая компания. Я не вижу проблем, чтобы там сделать дополнительные парковочные карманы. Отдельный разговор был по качеству обслуживания жилого фонда. Житель микрорайона обратился к главе муниципалитета с жалобой, что один из протоколов общего собрания жильцов был подделан управляющей компанией. У нас были такие случаи, по городу видно. Было возбуждено 12 уголовных дел в отношении протоколов. Сработало. Может быть и вы, правда, сейчас. Но это не я определяю, пускай займется прокуратура. Хорошо. Хочу направить письмо в прокуратуру, чтобы прокуратура занялась официальной проверкой действий группы компании «Пик-Конфорт». Хорошо. Хорошо. Все довольствие. Поговорили о проблемах транспортных перевозок. Представитель компании-перевозчика «Ран-Транс» отвечал на вопросы жителей. Правда, по-прежнему на ряд претензий ответа у него не было. Были заданы вопросы по маршруту 1201К «Ран-Транс», был задан вопрос по маршруту 507. Конкретного ответа мы пока не получили, но будем ожидать. Те, кто поселился в новых микрорайонах, прилагают все усилия, чтобы наладить жизнь свою и своих детей. Поэтому для них так важно, что представители власти слышат их и помогают решать проблемы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Наталья Чепурная, Сергей Ларин. Видное ТВ. Об актуальных вопросах продолжим разговор с нашими гостями. Сегодня у нас в студии депутат районного совета Валерий Черников и председатель торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Николаевич, первый вопрос к вам. Территория Булатниковского поселения, депутатом от которого вы являетесь, наиболее проблемная точка в плане транспорта. Депутатский корпус принимает максимум усилий для того, чтобы активизировать жителей, для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы нашу проблему Московская область услышала, прочувствовала и приняла как можно быстрее меры для устранения проблемных вопросов, как транспорт. Обеспечение транспортом, увеличение класса транспорта, создание новых дополнительных маршрутов, а также создание регулируемых тарифов для тех существующих уже сейчас на данный момент маршрутов. Это 1201, 1202, 1224, 1019, которые следуют именно по Расторговскому шоссе и затрагивают новые микрорайоны, как ЖК Бутово парк, ЖК Бутово парк 2Б, Восточное Бутово, Государев дом и Видный город. Потому что стратегически важны проблемные вопросы, которые возникают именно там. Потому что нет связи с основным центром городом Видное, также есть затруднения с выездом до станции метро. Кроме бульвара Дмитрия Донского, в принципе, больше никуда маршруты не ходят. А также сейчас вот подспорье хорошее то, что запустили МЦД 2, это станция Бутово. Мы на настоящий момент добились того, что Минтранс Московской области под руководством Андрея Юрьевича Воробьева все-таки принял правильное решение. Нам добавили дополнительный маршрут, это 507-й, который будет двигаться по двум направлениям. Первое, это Восточное Бутово, станция Бутово, и второе, это Будово парк 2 до станции Бутово. И большой круг они будут делать от Восточного Бутово до станции Расторгуево. Для того, чтобы наши жители пенсионного возраста, те, кто озадачен проблемой дошкольного и школьного образования, смогли добраться до управления образованием, до налоговой инспекции, до пенсионного фонда. Чтобы они могли как-то попасть в наш центральный город, сделали маршрут до станции Расторгуево, где можно будет также на муниципальный транспорт пересесть и добраться до любой точки назначения, включая больницы, ГАИ. Ну, все, что у нас расположено в городе Видно. Проектов много, надеюсь, все они будут реализованы. Владислав Валерьевич, а вы ответите, пожалуйста, как житель Видного, как активный житель и председатель торгово-промышленной палаты, со стороны бизнес-сообщества какие-то инициативы или предложения, может быть, поступают в администрацию в том числе? Ну, на самом деле, я хочу ответить как житель города, потому что с точки зрения бизнеса, это немножко другая история. Она не связана никак с городом. Формально, относительно недавно прошла встреча с министром транспорта и дорожного благоустройства у нас в городе Видно, на который мы, в общем-то, услышали ряд ответов на те вопросы, которые нас очень сильно беспокоят. Это и благоустройство ближайших наших дорог, и развязки, которые у нас в городе достаточно проблемные. Все знают, что в следующем году планируется реконструкция развязки, это пересечение дорог проспекта Ленинского, Комсомола, Советская и Березовая улица, также Советская и Школьная. Если вот данные проблемы, они будут решены достаточно оперативно, то город, конечно, может вздохнуть. — Насколько важно, на Ваш взгляд, что все эти вопросы решаются под контролем губернатора? — Ну, знаете, я считаю, что уже хорошо, что губернатор нас слышит, уже хорошо, что мы приняли ряд политически важных решений, которые позволят нам в следующем году реализовать проекты по строительству дорог на территории Ленинского городского округа. А также нас услышали сейчас и на следующий год включили нам регулируемый тариф 12.02. Это большой труд был, большая заслуга была всех вместе, команды, и депутата Госдумы Фетисовича Савсановича, и главы нашего Валерия Николаевича Венцеля. — Мы добились того, чего просили в этом году, чтобы у нас был дополнительный маршрут 507-й и регулируемый тариф 2-го квартала следующего года. Также будет реконструкция развития дорожно-транспортной сети в Ленинском городском округе. — Насколько я понимаю, то, что проблемы решаются на территории всего округа, а не только в конкретных местах? — По-другому не может быть, потому что мы единый городской округ, где проблемы всех жителей в любой его точке затрагивают целостность всего округа. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы и Молокова, и Володарка, и Развилка, и Булатникова, и Видное функционировали так, чтобы житель из любой точки мог спокойно доехать до другой точки, не тратя время в пробках и, опять же, испытывать трудность в каких-то пересадках или в каком-то транспорте, маршруте. Вот это принципиально важная позиция — сделать комфортную среду. — Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, что гостями нашей студии были депутат районного совета Валерий Черников и председатель торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша. Недалеко от деревни Калиновка, на берегу Пуговичинского пруда, проводится ликвидация стихийной свалки. Тревогу забили местные жители, обратившись к депутатам. На месте побывала наша съемочная группа. На противоположном берегу Пуговичинского пруда образовалась стихийная свалка из строительного и бытового мусора, на ликвидацию которой сейчас брошены все силы. В совет депутатов городского поселения Горки-Ленинские стали поступать жалобы от жителей по поводу несанкционированного сброса мусора на территории возле водоема. От посторонних глаз место скрыто за деревьями, а мусор сюда сваливали тоннами, приезжая ночью на грузовиках. Мы приняли решение с этим депутатам Горок-Ленинских выделить финансирование. На территории порядка полутора-двух гектаров муниципальной земли образовалась стихийная свалка. Мы закончить должны в этом году. До 31 декабря уже разыгран контракт. И, как вы видите, сейчас уже идут работы по вывозу этого мусора. Поедет он на полигон в Егорьевский. Силами администрации и правоохранительных органов было организовано дежурство. Однако выяснить, какие организации вывозили сюда месяцами, в том числе строительный мусор, не удалось. Водители грузовиков представлялись частными лицами и отделывались штрафом в 5000 рублей. Для них удобно, потому что здесь лес, сразу съезжают с трассы, заезжают в овраг и под покровом ночи здесь вот этим беспределом очень для них удобно заниматься. Тем не менее, мы приняли все меры для того, чтобы ликвидировать максимально быстро эту свалку. Стихийная свалка наносит колоссальный ущерб окружающей среде и является нарушением природоохранного законодательства. Свалка размещена на землях, не предусмотренных для этого, то есть на чистом грунте. Это проникновение в почву загрязняющих веществ и вблизи водного объекта реки Купеленка. То есть это возможное попадание в водный объект загрязняющих веществ. Ликвидацией свалки начали заниматься вовремя, ведь в некоторых местах уже можно заметить очаги возгорания и тления, что говорит о выделении газов от бытовых отходов. Компания, занимающаяся вывозом мусора, работает в круглосуточном режиме. По условиям мы должны выполнить до 31 декабря, но я думаю, мы справимся быстрее, где-то за 10-12 дней мы уложимся. После окончания работ будет проведена рекультивация объекта. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Низкие цены на сезонные овощи и фрукты привлекли десятки жителей Ленинского городского округа. Видео с ярмарки для многодетных семей муниципалитета нам прислали зрители телеканала Видное ТВ. Это очень значимо для многодетных семей. Все мы знаем, что многодетные семьи испытывают повышенную финансовую нагрузку. Картофель, капуста, лук по 10 рублей за килограмм, яблоки по 30. Таких цен не встретишь в магазине. В преддверии Нового года для многодетных семей это отличная возможность запастись нужными долгохранящимися продуктами. У меня 5 детей, мне тяжело по 50 рублей картошку купить. Мне, конечно, проще за 10 рублей, например, купить. Большая помощь от нашего города. Спасибо большое, ждем еще такие акции. В организации дотационной ярмарки участвовали члены национально-культурной автономии азербайджанцев Ленинского городского округа, представители администрации муниципалитета и просто неравнодушные предприниматели. Подобные акции будут продолжаться. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.